Сегодня на сборке велосипед Бирбайк. Модель не знаю, потому что модель у них по цвету называется. Цвет здесь вот такой вот бежевый. Передняя втулочка, как и задняя втулочка у нас на промах. Крутится все идеальненько, все четенько. Люфтов нету, закусываний нету. Чуть-чуть подшипнички с завода, скажем так, подзакусывают, потому что когда их прессуют, видимо, немножко перепрессовывают. Что здесь по сборке? В принципе, педали поставить, руль поставить, настроить тормоза и посмотрю, может быть, подпротягиваю втулочки. В принципе, сборка этой великой я беру 200 рублей, потому что здесь почти ничего не надо делать. Трещотка была в жирной смазке, все убрал, протянул все-таки очень хорошо контрятся гайки конуса, и потом легким постукиванием, такой вот резиновой, скажем так, кияночки, вот так вот ударяем, и подшипнички внутри втулок встает на свои места, и теперь вообще ничего не закусывает, не хрустит, все очень замечательно. Так что с колесами тоже приходится поработать. Рама, как мне кажется, очень маркая, цвет такой матовый. Пока цепь я снимал, ставил все руки липкие, сейчас пойду их мыть. Что мы имеем? Мы имеем огромную 58-ю ростовку, точнее 23 дюйма, 58 сантиметров. Вот этот значок означает, что рама сделана в Китае, и, соответственно, велосипед целиком китайский, ни одной отечественной запчасти на нем, скорее всего, нет. Колеса на промах передние и задние, огромная звезда, шатуны, ноу-нейм, шатуны, я не вижу, насколько они, на 170. В принципе, это нормально. Клиент будет сначала кататься у нас на фривиле, на трещотке, потом, если надо будет, перейдет на фикс. Есть натяжители дропаутов, очень хорошие, качественные. Вот так вот выглядит колпачок. Соответственно, сейчас я все это буду вытягивать, выставлять, чтобы было ровно. И настрой тормоза. Тормоза тоже прикольные. Колодки у нас узенькие, шоссейные, обод крашеный. Соответственно, колодки будут тормозить плохо до тех пор, пока обод у нас не сотрется краска. В принципе, сборка простая, но вот, как видите, даже все-таки втулочки надо слегка протянуть, потому что они похрустывали от того, что были пережаты. Снял я картоночку, который защищал перо. Я не знаю, насколько это хорошо сейчас будет видно, но на заводе собирали, ставили цепи и испачкали перо уже на самом заводе. Значит, что у нас тут фигово? У нас обод очень сильно кривой. Видно, да, как он восьмерит. То есть спицы не протянуты. Соответственно, мы клиенту порекомендуем немножечко покататься какое-то время. Вот тут некоторые мягкие, некоторые другие. Тут вообще не протянуто. Покататься недельку-две и к нам приехать на протяжку, уже когда спицы сядут, чтобы исправить все восьмерки, которые тут возникли. Потому что с завода, к сожалению, машинная спицовка, что-то какая-то она не очень. В целом, тормоза настраиваются легко. Поправил колодки. Но, видно, да, есть небольшое биение обода. Соответственно, исправлять мы его будем через недельку. Все, велосипед готов, собран. Протянул я и правый шатун чуть-чуть, и боночки на звезде затянул. То есть, каждое винтовое соединение требует и протяжки, и последующий, скажем так, во время покатушек тоже протяжки перед выездом или после покатушки, потому что винты имеют свойство откручиваться. Рама маркая. То есть, как бы я ни старался, видите, здесь немножко маслица. Здесь какие-то подтеки. То есть, очень пачкается. Хотя я раму не трогал. Я брал в основном за подсидельный штырь. То есть, часть этих подтеков мои, часть этих подтеков с завода. Легкий, прикольный бирбайк на промах. Уже не первый раз я такие собираю. Есть недостатки, но они все исправимы. Это именно протяжка втулок, настройка тормозов, настройка рулевой. Все-все-все винтовые соединения. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok